Для того, чтобы растения были здоровыми, с хорошими красивыми зелеными листьями, большим количеством соцветий. И чтобы все соцветия завязались, и мы получили богатый урожай, нашим растениям необходимо, конечно же, правильное питание. И для этого я при высадке рассады на грядке в лунку добавляю органику. И одна из моих любимых добавок, которую я кладу в лунку при посадке помидор, до любой рассады, это крапива. Тем более весной молодую крапиву можно встретить везде. Оказавшись в лунке под слоем земли, крапива начинает разлагаться и насыщать почву полезными веществами, в том числе калием и азотом. Но если крапивы нет, то подойдет любая растительность, например, одуванчик, лопух, подорожник. А можно эти травы добавить к крапиве. Траву надо измельчить. Например, порубить небольшим топориком. Травяную смесь кладу на дно лунки и добавляю еще измельченную яичную скорлупу и немного золы. Перемешиваю с почвой и проливаю водой. Затем присыпаю все слоем земли и уже сверху высаживаю саженцы томатов. Присыпаю почвой, уплотняю и поливаю. И чтобы почва под саженцами не покрылась земляной коркой, я ее мульчирую. Или перепревшим компостом, или сухой травой, или соломой. Яичная скорлупа не только насыщает почву кальцием, но и служит хорошей защитой от медведки. Азола – прекрасный источник минералов. Она улучшает качество кислой почвы, помогает почвенным микроорганизмам быстрее разлагать органику, превращая ее в доступные растениям элементы. Способствует укоренению рассады. Помогает эффективнее бороться со многими вредителями и заболеваниями. Всем хороших урожаев и до новых встреч!